На этой фотографии у нас была сдача на пояс, а вот здесь мы выступали и делали ката, определенные движения. Сдули грусти Никита показывает фотографии, где он занимается каратэ. Несколько лет назад любимые тренировки пришлось оставить, а дышка, кровь из носа и плохое самочувствие. После нагрузок мальчику явно становилось хуже. Он приходил, конечно, с каратэ, он приходил, он никакой, он весь мокрый, он падал, я полежу, баба. Оказалось, такой усталости есть объяснение. Четыре года назад Никита проходил диспансеризацию. Тогда впервые у мальчика обнаружили врожденный порог сердца. Правда, вмешиваться врачи не спешили. Мне вообще ничего не сказали, а медсестра говорит, да, это так, пройдет. Это бывает, что, ну, израстется ребенок, ничего страшного. Еще через год на плановой диспансеризации врачи шокировали семью еще более страшными догадками. Ой, ну, прям мне сказали, что подозрение на рак у него. У него одна грудь была, ну, припухшая такая. И вот мы ездили в город, потому что нам сразу сказали в город езжать. Он лежал в этом городе, там сколько, наверное, недели, две или три там он пролежал. И это, ну, отклонили. Нет у него ничего, такого нет. В 2016-м Никиту снова направили на обследование. На этот раз врачи заявили однозначно, парню срочно нужна операция. Теперь вот нам сказали, что 26 мая мы поедем ложиться и 29-го ему будут делать операцию. А пока Никиту официально освободили от занятий физкультуры. Мальчика стараются не нагружать ни в школе, ни дома. И если в первом классе он был отличником, то во второй класс ему пришлось идти дважды. Правда, заболевание, о котором тогда еще не знали, здесь совсем ни при чем. Когда мальчику было 10 лет, мать трагически погибла. Женщина пыталась спасти утопающего ребенка. Там получилось так, что ребенок тонул, и она кинулась его спасать. А он как уцепился за шею, и все, и вместе ее, ну вместе с ней они, потому что ребенку-то было 12 лет, там девочка. Потом, значит, вот и вытащили их так. И девочку эту ее. Эту историю в семье тяжело вспоминать и сегодня. Однако Никита все помнит, а главное не забывает. Свою жизнь его мама отдала, спасая человека. Ну она правильно поступила. Ну плохо, конечно, то что... Ну так она правильно поступила. Ты бы на ее месте так же поступила? Ну, наверное, да. Смерть матери для 10-летнего ребенка стала настоящим шоком. Отец воспитанием заниматься не спешил. Общению с сыном предпочитал алкоголь. Именно поэтому бабушке пришлось увезти мальчика из Иркутска во Владивосток и поселить у себя. Правда, смена обстановки помогла только частично. У него долго вот этот был стресс. Он никак не мог. Он плакал вот, ну, любую вот мелочь, и он в слезы. И он в слезы. Ну и мне учительница говорит, ну, вы его заберите и назад во второй класс. Потому что, говорит, там у него хоть все знакомое, и ему легче будет. А здесь, он говорит, он все равно останется на второй год, и это для него еще больше будет травмы. А теперь на успеваемости в школе отражается состояние здоровья Никиты. У мальчика значительно ухудшилась память. Вот эти вот четыре строчки он может два-три дня учить и не запомнить. И Никита, и бабушка верят. Операция поможет подростку вернуться к обычной жизни. Мальчик мечтает поступить в учебное заведение, вернуться на занятия каратэ. Вот только сумма за операцию для семьи неподъемная – 260 тысяч рублей. Сегодня собирать средства помогает Русфонд. Но сроки очень сжатые. В конце мая во Владивосток приедет московский хирург, чтобы провести для маленьких приморцев ряд сложных операций с применением эндоваскулярной методики. Никите необходимо попасть в число его пациентов. Тихая моя родина, Ивы, река Соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу, тихо ответили жители. Это на том берегу. Помочь мальчику навсегда забыть о проблемах сердца могут и телезрители Восьмого канала. Для этого нужно всего лишь отправить добрые СМС-сообщения на номер 5542 со словом «Дети». Таких сообщений с одного номера можно отправлять сколько угодно. С каждой избы и тучи, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова